Они и не думали предавать родину, а просто хотели выжить. В украинских СМИ все чаще появляются истории о военных, покинувших зону АТО, из-за того, что их оставили без оружия, приказов и надежды на подмогу. Подобное случилось и с бойцами 51-й механизированной бригады, которые сейчас находятся в уральских казармах в Запорожье. 25 июля их подразделения расстреляли градом. Отступая, солдаты оказались на территории России. Как стало известно, сейчас бойцами разбирается военная прокуратура. Правда, по каким именно статьям ведется дело, не уточняется. Родственники ребят версию о дезертирстве не верят. Подробности в сюжете. На территорию воинской части журналистам не ногой. Так гласят военные законы. Чтобы пообщаться с бойцами, прибывшими из зоны АТО, местное руководство отсылает за разрешением в Минобороны. Что происходит с ребятами в телефонном разговоре в службе новостей МТМ сообщила сестра одного из бойцов. Наталья рассказала, общалась с братом буквально несколько часов назад. Потом мобильники у солдат отобрали. Осталось там их автоматы. Они оставили своему комбату. А комбат остался там. И ребята пошли просто выживать. Им не было доставлено ни еды, ни боеприпасов, ни воды, ничего. Их просто как бы из его слова, он ничего не понимал, что их просто там бросили. Руководство части, где сейчас находится 41 солдат 51-й бригады, комментариев тоже не дает. Не спешат говорить на камеру и в Запорожской военной прокуратуре. Частично свет на нынешнюю судьбу парней пролили в Запорожском облвоенкомате. С ними працюют, соответственно, психологи. С ними працюют, соответственно, представители военной службы правопорядки. Они разбираются, почему так сталося, почему они перешли кордон, ну и тому подобное. И эта работа сейчас продолжается. Можно поточнить, они в статусе каких-то затриманных? Они там вольно пересуваются? Они пересуваются вольно, как военной службовцы. Родные бойцов говорят ни секунду не сомневаются, что их сыновья, мужья и братья до конца остались верны родине. Больше всего переживают, как бы солдат не обвинили в том, чего они не делали. Инвалид. Но тот, кто выжил, это не герои. Они не предатели. Они держались до конца. Кроме 51-й, в Запорожской части находятся и солдаты 24-й отдельной механизированной бригады. По информации областного военного руководства, бойцы прибыли из зоны АТО приблизительно неделю назад. Сначала попали в Куйбышево, оттуда в Запорожье. Об обвинениях речь сейчас не идет, говорят в облвоенкомате. За дальнейшей судьбой парней будут следить наши журналисты.